Никому не нужен стресс, тем не менее, никто не застрахован от стрессовых ситуаций. Так вот вам 7 советов, как эффективно бороться со стрессом и победить. Стресс это защитная реакция твоего организма на негативные события. И да, он вредит тебе, буквально сокращая твою жизнь, делая тебя старее, снижая выработку основного гормона тестостерона, убивает твою либидо, энергичность, настроение и в целом желание жить. Повышая кортизол, это гормон стресса, увеличивает твой аппетит, одновременно разрушает твои мышцы и наращивает жировые клетки, делая тебя толстым и женоподобным. И я уже молчу про снижение иммунитета, гипертонию, риск инфаркта, инсульта. И практически любых других болячек во время этого периода. Но есть выход. Приемы, которые помогут тебе снизить влияние стресса или в целом избежать его. Совет первый. Воспринимай стрессовую ситуацию по-другому. Потерю денег, будь то кража телефона, или разбил машину, или проиграл. Воспринимай как просто дополнительные затраты. И вообще, все проблемы, которые решаются при помощи денег, называй просто дополнительные расходы, а не трагедия жизни. Остальные негативные ситуации, конфликты на работе, тяжелую работу или неадекватных клиентов, а также ссоры с друзьями или с девушкой, так же, как и разбитое лицо в подворотне, воспринимай как очень полезный и необходимый жизненный опыт. Ведь именно проходя через эти испытания, ты формируешь свою личность. И чем достойнее ты проходишь эти испытания, тем достойнее твоя личность. Второе. Масштабируй. Да, тебе тяжело сейчас. Такое ощущение, что весь мир ставит тебе палки в колеса, или просто хочет тебя уничтожить. Ты подавлен, у тебя нет сил, ты хочешь сдаться. Остановись и посмотри на эту ситуацию с масштаба 5 или даже 10 лет. Теперь какое место твои сегодняшние проблемы займут в масштабе такого периода времени? Правильно. Эти проблемы будут ничтожными. Именно так ты и должен к ним относиться, продолжая идти к своей поставленной стратегической конечной цели. Третье. Банально, но действенно заниматься спортом. У тебя стресс и нет сил. Самое время идти в зал. Ведь человек это гормональная машина. И наше поведение в большой, ты даже не представляешь себе, насколько большой. Степени контролируют гормоны. Именно из-за гормонов тебе хорошо и ты смеешься, или ты подавлен и хочется плакать. Так вот, улучшить соотношение положительных гормонов тебе поможет тяжелый тренинг. Во время тренинга у тебя произойдет выброс тестостерона и одновременное снижение кортизола. В мозг поступят эндорфины и ты почувствуешь небольшую эйфорию и заново начнешь верить в свои силы. Четвертое. Домашнее животное. Пушистое, мягкое и теплое. Это то, что тебе нужно во время стресса. Погладить кошку, поиграть с собакой или потрогать любое другое существо. Это то, что тебе необходимо во время стресса, как таблетка парацетамола во время головной боли. Пятый пункт. Прогулка на природе. У моря, в лесу или в горах. Это не столь важно. Главное возле источника мощной природной силы. Такие места не только снижают стресс, очищают твое сознание от грязи, но также придают колоссальной энергии. Я живу в Одессе и минимум один раз в неделю стараюсь выбраться к морю на велосипеде. Я останавливаюсь и наслаждаюсь звуком прибоя. Вдыхаю на полную морской воздух. Смотрю вдаль на гребни волн и анализирую, правильно ли я поступаю со своей жизнью или можно и нужно что-то откорректировать. Шестой пункт. Прослушивание музыки. Лучше всего комбинировать с предыдущим пунктом. И, например, гулять на природе, слушая музыку. Не обязательно слушать веселые песни в надежде поднять настроение. Слушай музыку, соответствующую твоему текущему состоянию. Есть много исследований, доказывающих, что даже спокойная, немножко грустная музыка также помогает бороться со стрессовым состоянием. Музыка наподобие slow version It's My Life от Bon Jovi. Попробуй, очень мотивирует. Семь. Конечно, общение с родными и близкими друзьями. Это те люди, которые поддержат и выслушают тебя в любой ситуации. Но главное, что ты сможешь посмотреть на свою тупиковую ситуацию с их неангажированной точки зрения. И, возможно, она тебе покажется уже не такой тупиковой и ужасной. И вообще вы можете найти решение этой проблемы вместе, разобрав ее детально. Это были 7 советов, как бороться со стрессом, чтобы улучшить качество жизни. Если у тебя есть вопросы или предложения, тем оставляй внизу.